друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня у меня на канале наконец-то полноценный обзор планшета от компании samsung samsung galaxy tab а 10 1 дюйма версии с lte или t585 я использовал планшет уже более двух недель приобрел для него кое-какие аксессуар чеки вот например фирменный кейс он мне очень нравится он очень круто смотрится и очень функциональный он конечно дороговат но я смог найти его за вполне приемлемые деньги в официальных магазинах samsung он стоит каких-то несусветных там где три с половиной где даже 4000 рублей я взял его более чем в два раза дешевле и считаю это достаточно выгодным приобретением вот такой вот он кейсик магнитный планшет в него просто вставляется на магнитах вот то есть он присасывается магнитом самостоятельно именно так как он должен лежать в самом кейсе он естественно никуда не вываливается замечательно лежит если мы хотим зафиксировать планшет на столе вот то мы делаем вот таким вот образом вот таким вот образом переворачиваем фиксируем либо же мы можем поставить его вот так вот здесь у нас ребра и соответственно тоже зафиксировать в нужном нам положении также было наклеено стекло на экран хорошая бронированная стеклышко чтобы сам экран у нас не заляпывался не замызгивался и не зацарапывался давайте выкручу сейчас на максимум яркость дома мне достаточно буквально наверное 1 5 потому что экран очень яркий и на максимуме вот сейчас в помещении ну реально выжигает глаза смотреть больно вот но для того чтобы на камеру все это лучше было видно выкрутим на максимум что можно сказать спустя две недели использования у меня было очень много планшетов у меня были и айпады начиная с обычного с первой версии айпада было ipad 2 ipad 3 ipad 4 был и последний ipad который у меня был это air 1 версии потом я как-то ушел от apple и у меня долгое время были планшеты от lenovo я пользовался долгое время йогой от lenovo потом у меня было lenovo tab 2 версии и дома также есть один планшет samsung еще а 9 и 7 дюйма мне понравилось что он легкий и очень тоненький то есть действительно его очень удобно таскать постоянно собой ну и плюс ко всему в принципе по железу несмотря на то что ему уже полтора года ну модели да он все еще более-менее нормально себя ведет давайте же посмотрим по тестам тест антута у нас показал порядка 61 тысячи попугаев что в принципе по нынешним временам наверно не очень много но планшета вполне хватает то есть по скорости работы здесь абсолютно никаких проблем все достаточно шустро бегает и действительно мне очень нравится с точки зрения интерфейса вот тачвиз конечно бывает что раздражает своей медлительностью здесь можно естественно поставить какую-то оболочку сверху пока я этого не делал потому что скорее все буду накатывать кастомизированную прошивку поэтому здесь пока стоит тачвиз из косяков ну или не то что косяков а то что действительно раздражает в обзоре распаковки я вам конечно показал что расположение динамиков вот с этой стороны да как бы снизу будет скорее всего мешать просмотру и прослушивание музыки и действительно когда мы смотрим видео то звук очень сильно перекрывается я вам сейчас это даже продемонстрирую очень быстро делаем таким образом и берем ладонью так как нам было бы удобно держать планшет планшет вот видите видите поэтому к сожалению приходится смотреть либо ставив планшет на стол либо же в наушниках но естественно когда мы смотрим наушниках то вы это будете делать одни если мы хотим посмотреть вместе с кем-то то приходится ставить планшет на поверхность чтобы не перекрывался динамик второй косяк опять же таки связанный с тем что вот мы держим вот таким образом вот эти сенсорные клавиши постоянно подушечкой вот так вот руки ты нажимаем нажимаешь либо стрелку назад либо запущенные последние предложения это очень сильно раздражает дошло до того что я был вынужден поставить специальную софтину сейчас одну секунду как она у нас называется она у нас называется вот переназначение клавиш здесь я сделал задержку более чем секундную на нажатие вот видите они сейчас не работают как раз таки для того чтобы не было вот этих случайных фантомных нажатий потому что они настолько чувствительны что играя в игрушку даже пролистывая какую-то страницу ты случайно зацеплял эту клавишу и все здесь можно с помощью этого софта и полностью их отключить но тогда будет неудобно я переназначил и теперь есть секундная задержка то есть если мы хотим вернуться назад нажимаешь и держишь стрелочку назад вот мы вернулись если мы хотим допустим запустить список запущенных приложений мы также нажимаем удерживаем проходит секунда вот пожалуйста то есть теперь стало все гораздо лучше и гораздо приятнее при работе с интерфейсом берите обязательно на вооружение те у кого есть этот планшет и кого точно также раздражают вот эти вот сенсорные клавиши с точки зрения просмотра видео я показал здесь никаких естественно проблем шустро все работает все прекрасно с точки зрения игрушек тоже все работает реально классно реально быстро своим любимым real drift там я сейчас вам это продемонстрирую загрузилась игрушка и давайте проедем буквально кусочек трассы сейчас мы единственное выключим звук чтобы правообладатели нас не взяли за причинные места они очень любят в последнее время это делать графика у нас здесь настроена максимальная никаких проблем очень гладко работает игрушечка все тени дымочек все у нас здесь выкручено на максимум никаких лагов фризов и подтормаживание нету несмотря на то что ну это уже далеко не самая новая игрушка но она все еще может нагнуть скажем так некоторые устройства и на некоторых устройствах нужно будет графику выкручивать ну скажем так хотя бы на средней настройке чтобы поиграться здесь этого делать не нужно играем на максимал очках все очень шустро летает без всяких лагов и фризов вот таким вот образом очень очень нравится батарея ну вот могу собственно говоря продемонстрировать на текущий момент времени как вы видите 69 процентов здесь у нас заряда так 69 процентов заряда и от и экрана у нас значит четыре с половиной часа времени то есть на 30 процентах он проработал четыре с половиной часа экрана могу сказать что если вы пользуетесь планшетом для интернета просмотра видео для чтения ну и там социальных сетей то реально он будет работать у вас не менее 12 тире 14 часов экранного времени если мы снизим яркость если мы чуть уменьшим скажем так количество интернет или видео он может и до 15 16 часов экранного времени дотянуть понятное дело что если мы играем в подобные игрушки как тот же real drift то здесь мы рассчитывать можем только часов на 7-8 если это будут казуалки но в районе 9 максимум 10 часов но в режиме планшета для интернета и просмотра видео это реально один из самых долгоиграющих планшетов на текущий момент наравне с тем же айпадом от apple что могу сказать планшет мне очень нравится именно своей автономностью он я очень много езжу очень много бываю в командировках мне важно чтобы не нужно было заряжать какие-то гаджеты по несколько раз в день здесь я имею возможность заряжать планшет там раз в три в четыре дня в зависимости от интенсивности с которой я его эксплуатирую и это действительно очень круто мощности мне хватает за глаза он не тяжелый довольно легкий и довольно тонкий поэтому это тоже можно отнести к несомненным плюсом планшет на текущий момент версии вай-фай стоит порядка 14 тысяч рублей версии с lte как у меня где-то от 16 тире 16 с половиной тысяч рублей стоит он своих денег однозначно стоит вы получаете действительно ну не топовое естественное устройство но очень шустрая и автономное устройство от именитого производителя да то есть это не китайский но он им планшет который непонятно сколько у вас проработает а действительно очень хорошее устройство которое до сих пор поддерживается до сих пор обновляется и под него уже наклепана куча различных прошивок я думаю что в ближайшее время я накачу какую-нибудь кастомную и вполне возможно покажу вам как это выглядит ну что друзья надеюсь обзор вам понравился ставьте палец вверх обязательно подписывайтесь на канал всем пока